27 сентября пишет Валентина письмо без тем. Здравствуйте, Юля. Меня зовут Валентина. Здравствуйте, Юля. Хотелось бы узнать ваше мнение и что мне делать дальше. Моему сыну 3,2. Тяжелые роды, вакуумные. Родил 41 недели 3,553 см. До сих пор на груди. Смесь нам ни одна не подошла. И у нас рождение АД. Давление, да? Вот питание ближе к году, так как высыпал даже от кабачка. На данный момент мясо, рыба и сливочное масло не ест, так как высыпает на все это. Мы предлагаем ему все, когда он хочет мясо или еще что-то даем. Спит с детства очень плохо, до двух лет кормила по требованию. Затем, как стал что-то есть, уменьшила кормление. На данный момент кормлю 2-3 раза, только ночью. Завершить не получается, так как ребенок очень нервный. Тогда себя очень сильно чешет и целый день наперекосяк. Может быть, уровень магний низкий. Может быть, проверить. По развитию и речи опережает свой возраст. Как говорит логопед. Прекрасно. Он у нас ходит на развивашке с двух лет. Ему нравится. И периодически прошу, чтобы логопед и его посмотрела. Ходили к неврологу. Все его неспокойствие, привязанность ко мне, виноватый грудь. Сказала, что я должна была завершить ГВ. Все смотрят, что я уже сошла с ума, что так долго кормлю. Но спокойствие ребенка мне важнее, чем слова людей. И мы потихоньку идем к завершению. Мой вопрос к вам, правильно ли я делаю, что до сих пор ребенка кормлю. При всем вышеперечисленном или все-таки нужно остановиться. Ребенок с 6 месяцев сел. 10 столов опор. Год уходит хорошо. Очень шустро и подвижно ребенок. Спасибо заранее. Буду очень ждать ответа. Видите, задержек никаких нет. Логопед говорит, что сохранен и в когнитивке, и в развитии речи сохранен. И тут вы говорите, подвижный, шустрый, сел в столов опоры, все по норме. Я считаю, что кормить до того момента, пока ребенок требует, нужно тогда, когда ненормотипичные роды, ненормотипичное развитие. На 3 месяца, на полгода или на год идет задержка именно развития. И физического, и всей когнитивки. Ну и развитие речи, естественно, с психическими процессами подтягивается. Вот, если во всем этом идет задержка, тогда кормить. Нервная система зреет медленно, и ей нужно успокоение, ей нужно такой релаксант, такая поддержка, стимуляция, чтобы не нервничать и спокойно зреть. Да, кормить тогда нужно. Близость с мамой нужна. Если ребенок полностью сохранен, то я считаю, что ГВ не нужно. Как правило, нормотипичные дети в год сами от груди отваливаются. Сейчас мне наши подписчики не дадут соврать. Также и у меня дети в год, они плюс-минус 2-3 месяца, они сами отваливались. Поэтому у нас в поликлиниках и есть грудничковый день, прием, и считают, что дети это до года. Но, еще раз повторюсь, ненормотипичные дети к обсловкам кормятся, пока вот требуют грудь. И как только специалисты видят, что ребенок достиг нормы, что вроде бы напитанными витаминами, микроэлементами, это можно волосы сдать, анализ, чтобы убедиться, что там внутри происходит у нервной системы, у меня в описании есть клиника скального, где вы можете, если вы не в Москве, отправить волосы почтой, и вам через неделю дадут полный анализ 40 микроэлементов, чтобы понимать, как зреть нервная система. Все там в порядке или не все в порядке. Если там все хорошо, и ребенок достиг своей нормы, и по когнитивке, и развитии речи, и крупной мелкой моторики, ну что его держать на груди-то, тогда он будет инфантильным, как говорила, визель, я с ним полностью согласна, несамостоятельным, инфантильным, повторюсь еще раз, и желательно неврологи, психологи, нейропсихологи рекомендуют, конечно, снять с груди. Вот, и что у вас говорят специалисты? Я же не вижу вашего ребенка. Если специалисты говорят, что полностью сохранен, то снимать, особенно мальчика. 27 февраля, Валентина, мальчик 3, 2, тяжелые роды и до сих пор находятся на грудном вскармливании. Ответила. Друзья, под каждым видео есть наша почта. Раскрывайте описание, пишите письма и увидимся.